Согласно самой распространенной легенде, тонизирующие свойства кофе были открыты эфиопским пастухом по имени Калди, заметившим, что его козы, наившись днем плотных листьев и темно-красных плодов кофейного дерева, начинают вести себя по ночам возбужденно безо всякой очевидной причины. Он рассказал об этом странном случае настоятелю монастыря, и тот решил испробовать на себе действия необычных зерен. Настоятель был поражен силой воздействия напитка и, дабы поддержать бодрость монахов, засыпавших во время ночных молебнов, повелел им пить этот отвар. Впоследствии монахи научились обжаривать и молоть зерна. Открытие кофе относится приблизительно к 850 год нашей эры, но полное признание его пришло много веков спустя. Первоначально в качестве тонизирующего средства употреблялся не отвар обжаренных зерен, а непосредственно сырые кофейные ягоды. Чуть позже в имени начали готовить напиток из зрело высушенной мякоти кофейного плода, получая напиток – гельшир, он же кишир, так называемый белый йеменский кофе. Эфиопы были окончательно изгнаны с территории Аравийского полуострова в XI веке. За время их правления арабы переняли многое из самобытной и богатой культуры эфиопов, в том числе и привычку употреблять кофе. В начале арабы готовили его способом, далеким от современного. Они давили кофейные зерна и смешивали их с животным жиром и молоком. Из получившейся массы делали шарики, которые брали с собой в дорогу в качестве общеукрепляющего средства. Лишь в XII веке из сырых кофейных зерен стали готовить напиток, а еще столетия спустя начали срывать плоды с кофейных деревьев, сушить зерна, обжаривать и измельчать, а получившийся порошок заливать горячей водой. Аравы добавляли в него различные пряности – имбирь, корицу. Также смешивали напиток с молоком.